МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После долгого путешествия по окрестностям Ялты я наконец-то добралась и до самого города. С конца XIX века Ялта была официально признана летней столицей Российской империи. И всё благодаря императору Александру II, купившему для своей жены имение в Леваде. Вслед за царской семьёй на южный берег Крыма потянулись дворяне, купцы и другие зажиточные сословия. Они строили красивые дворцы и особняки, разбивали парки и сады. И неудивительно, что со временем Ялта стала настоящим раем для отдыхающих. Даже невозможно представить, что когда-то в этом райском месте случился настоящий ад. В годы Красного террора большевики расстреляли более 20 тысяч ялтинцев только за то, что они были состоятельными людьми. По воспоминаниям современников, после этих расстрелов вода в ялтинском водопроводе стала розовой. Самая жуткая история случилась с владельцей имени, в который мы сегодня приехали. В эфире телеканал «Усадьба», программа «Крымские дачи». Я ее ведущая Юлия Рябинина. Сегодня мы во дворце Сельбиляр, Крымской даче, княгине Надежды Александровны Борятинской. Хозяйка Сельбиляра происходила из знатного рода стенбеков-ферморов. Ее прадедушка Вильям Фермор был знаменит тем, что в годы Семилетней войны завоевал Кёнигсберг, нынешний Калининград. Позже, за все большие и малые заслуги, Екатерина II назначила его губернатором Смоленска. А вот бабушку Надежды Борятинской прославил художник Вишняков. С портретов Сары Элеоноры Фермор начинается экскурсия по Русскому музею в Санкт-Петербурге. Мать Надежды Борятинской происходила из знатного рода Яковлевых-Собакинах, знатной семьи, обладавшей огромным состоянием. Прадед Собакин Яковлев, он в свое время купил у Демидова девять металлургических заводов на Урале. Так разом взял и купил, да? Сначала семь, потом еще четыре. Потом его предок прикупил еще в заводы. И вот ко времени рождения Надежды Александровны Стейнберг-Фермор, ее мать была владелицей огромного состояния, что-то около двухсот миллионов рублей. Несмотря на статус завидной невесты, Надежда Александровна вышла замуж не рано, в 25 лет. Жениху было 28. Потомок древнего княжеского рода, известного еще с 12 века, Владимир Борятинский был адъютантом императора Александра III и служил предсесаревичем Николаем. Брак оказался счастливым. У четы Борятинских родились три сына и четыре дочери. Спустя 25 лет совместной жизни глава семейства покупает 13,5 десятин земли в селе Аутка, неподалеку от Ялты. По нашим предположениям, это имение Сельбелляр, которое с крымско-татарского переводится как Кипарисовая аллея. Вот они, эти Кипарисовые аллеи. Причем тут не одна таких аллеи. И всякая аллея к чему-то ведет. И это имение было куплено в расчете на то, чтобы построить здесь дворянское, загородное, южно-бережное имение поближе к императору, поближе к императрице Марии Федоровне. И тут можно было бы не только отдыхать, здесь можно было бы и собрать всю свою многочисленную семью. И мы предполагаем, что это было сделано не случайно, а во имя 25-летия совместной жизни. То есть на серебряную свадьбу. Жених решил, муж решил, Владимир Анатольевич Боряченский решил, Надежда Александровна, сделать такой свадебный подарок. Подарок оказался весьма щедрым. Чтобы обойтись Эльбеляр, потребовался бы как минимум час времени. Обустроить эти обширные земли и превратить их в дворянскую усадьбу пригласили главного архитектора Ялты Николая Петровича Краснова. Того самого, кто спустя несколько лет построит знаменитый Ливадийский дворец для императора Николая II. Ну, будем рассчитывать на то, что Владимир Анатольевич Борядинский, он угадал Николая Петровича Краснова будущего гения и не ошибся. Это, судя по высказываниям краеведов, вот это дворянское имение был первый опыт постройки дворянских имений на южном берегу Крыма у Николая Петровича Краснова. При строительстве сельбеляра проявился характерный почерк Краснова, а именно невероятная скорость работы. 15 построек, 10 из которых были жилыми дворцами, возвели всего лишь за два года. Это не считая разбитого вокруг парка. Имение, не имение, если нет окружающей среды. Мало жилых домов, нужно еще, чтобы был вокруг парк. И, как правило, такие парки, они планировались на сотню лет вперед. И поэтому Краснов предполагал, что мы будем ходить вот по этим дорожкам и будем дышать этим воздухом, этим воздухом этих вот деревьев. Деревья, да. А здесь малый Никистский ботанический сад. Аэрофицитерапия, да? Точно. А здесь малый Никистский ботанический сад, потому что здесь такие же уникальные деревья были посажены. Нужно предполагать, что именно вот эти Кипарисы, так же, как и любые другие, это обхватом, это высотой. И имение-то называлось как? Называлось Кипарисовая аллея. Они ровесники этого дома, этого имения. И парк огромный. Вот то, что мы видим, это маленькая часть. Тут идти еще, если по парку ходить, то, наверное, около часа. Вы не представляете даже, это вот за моей спиной туда еще идти и идти. И там есть и ручейки, там есть эти низкие аллеи. Надо предполагать, что были какие-то жилые, наверное, здания, но не сохранились. Остался только парк. Он властвует именно в той стороне. А так здесь и кедры, вот эти гималайские кедры, и оливы, и магнолии, и олеандры, и другие экзотические. Растения. И даже есть мамонтово дерево. Кроме парка, Борятинские разбили на своей земле виноградники, табачные плантации и фруктовые сады. В саду росли груши, яблоки, миндали, орехи, приносившие до 100 поток плодов. Здесь росли даже бананы и другие экзотические фрукты. Имение питалось водой из собственного источника. Вода накапливала в специальном резервуаре на 40 тысяч ведер и по водопроводу направлялась во дворец и другие постройки имения. В общем, все было сделано по последнему слову техники. От былого великолепия сегодня остались лишь кипарисы, экзотические деревья и полуразрушенный грот с беседкой. И при Надежде Александровне к главному входу ввел вот этот грот, возле которого мы сейчас стоим, в котором мы сейчас стоим. Нужно только предполагать, нужно, может быть, здесь был и какой-то небольшой фонтанчик. И над нами находилась во времена князя Щербатова Надежды Александровны находилась еще беседка, от которой остались одни только зубья. Благодаря воспоминаниям князя Алексея Щербатова, внука Надежды Александровны, краеведы смогли восстановить много подробностей из крымской жизни семейства Борятинских. Увы, из 15 построек до нынешних времен дожили только три. Две из них заняты силовыми ведомствами и поэтому вне зоны доступа. А вот третий, уцелевший дом, это в прошлом главный дворец имени Сельбеляр, а ныне административное здание санатория имени Кирова. Архитектор Николай Краснов построил дворец в духе итальянского Ренессанса и добавил немного типичного крымского декора. Посмотрите, пожалуйста, вот возле водосточной трубы вы видите зубчики деревянного кружева. Вот это деревянное кружево это характерная особенность архитектуры для южного берега Крыма. Это соединение и восточной архитектуры, и традиции крымской татарской архитектуры, ну и эклектика разных эпох. В 1896 году многочисленное семейство Борятинских отпраздновало новоселье в своем южном имении и с этого времени регулярно приезжало в Крым. Супруги Борятинские, их дети семьями и несметным количеством внуков. У старшей дочери Анны и ее мужа, князя Щербатова, родились восемь детей. У средней Ирины и полковника русской армии Сергея Мальцева трое, у младшей Елизаветы и графа Апраксина пятеро. Было много солнца, фруктов, смеха, и все думали, что так будет всегда. До трагической развязки оставалось совсем немного времени. Ирина Анисимова, сотрудник санатория, любезно согласилась показать мне интерьеры главного дворца. Вернее, то, что от них осталось со времен книги Неборятинской. Что было в этом большом зале? Это была гостиная. Ныне мы его именуем каминный зал, но ранее здесь принимали гостей и отсюда был парадный вход. Скажите мне, пожалуйста, а что сохранилось в тех временах в этом зале? Я так понимаю, камин. Сохранился камин. Мы видим мрамор. Сохранился паркет. Да, на удивление, сохранился паркет. Сохранились двери. И сохранилась вот эта удивительная вещь. Наверное, здесь были угли для обогрева этой комнаты. Ирина Николаевна, когда мы входили сюда, я обратила внимание на большой вестибюль и такую красивую дубовую широкую лестницу, ведущую на второй этаж. Давайте туда отправимся и поговорим об этом. И поговорим. Хорошо. Наверное, это одно из немногих, что сохранилось в доме Борятинских. Да, это одно из немногих, что сохранилось в доме Борятинских. Это лестница. Сохранилась, предполагаем, люстра, поскольку было уже подключено электричество в то время. Там даже есть такие элементы модернизма, я смотрю, ардека, да? Да, да. Вот эти девочки. А окна? Где-то я их видела, мне кажется. Окна? Да, не случайно вы вспомнили, вы их могли видеть в Ливадийском дворце, поскольку это характерно, это, наверное, один из элементов в то время, ручки оконные, обратите на них внимание, и вы их видели в Ливадийском дворце. Вы знаете, спасибо, что напомнили, про ручки-то я забыла, но точно я помню, что вот это световое окно, которое заполняет пространство дневным светом в Айтадоре, это чисто красновский прием. Да, это чисто красновский прием световое окно. Еще вот эта широкая, даже двойная дверь, куда она ведет? Она ведет в любимую комнату Надежды Александровны. Я попадаю в комнату, где сейчас находится администрация санатория, а раньше говорят, здесь была любимая комната Надежды Александровны. Может быть, это было связано с тем, что в последний год жизни она была парализована и не могла подниматься на второй этаж, а в этой комнате на первом этаже ей приходилось проводить большую часть времени. Здесь очень много сохранилось с тех времен, но первое, что бросается в глаза, это так огромный камин, замечательный, который как бы продолжается чисто декоративно, деревянными панелями. И посмотрите на этот потолок, он тоже остался с тех времен. И как свидетельствуют уже некоторые люди, что там слышны ее шаги, ее присутствие. Я эту мистическую историю уже слышала. Это действительно то, что дух Борятинской здесь вродит, витает, наполняет этот дом своеобразной атмосферой? По всей вероятности, да. Поскольку здесь людей на долгое время задерживает это место, и они не могут оторваться, потому что не знают, что же их удерживает. Но, на мой взгляд, это все-таки тот самый дух. Воссоздать дух Надежды Борятинской и утраченную атмосферу имения Сельбеляр нам помог Клуб исторического танца и этикета феерия. И странное стечение обстоятельств. Одна из участниц этого бала оказалась удивительно похожей на княгиню Борятинскую. Мы как будто перенеслись в конец XIX века и представили, как могли выглядеть обитатели и гости этого дома, а также интерьеры, в которых они жили и отдыхали. В пособнике располагался светлый вестибюль и 14 больших комнат с высокими потолками. Широкая дубовая лестница вела на второй этаж, где находились личные покои владельцев и комнаты для гостей. Они были обставлены мебелью из красного дерева и карильской березы. Интерьеры украшали голландские, японские, китайские вазы и бронзовые зеркала в браворной оправе, а также круглые настенные кабинетные часы. Особняк отапливался шестью голландскими печами и тремя каминами. Во дворце Сельбеляр не только давали балы, но и гостили друзья и родственники Борятинских. Среди них были представители и королевских кровей. По воспоминаниям Алексея Павловича Щебатова, здесь в 1916 году в этом доме был принят, здесь находился принц Валийский, насредник английского престола с женой Александрой. И об этом здесь была соответствующая табличка на доме. Наследник английского престола приходился дальним родственникам Борятинских. Кровное родство связывало владельцев Сельбеляра и с Марией Федоровной, супругой императора Александра III. С 1913 года Надежда Борятинская стала служить статсдамой при вдовствующей императрице. Хозяйка Сельбеляра славилась еще и своей благотворительностью. Значит, когда городу потребовалась земля, чтобы построить мужскую гимназию, то Надежда Александровна выступила часть земли своей и в этой мужской гимназии, здание, которое сохранилось. В нем принимал в строительстве этой мужской гимназии не всех зданий. Принимал участие Николай Петрович Краснов. Так? И в этом здании сейчас находится институт Магарач, виноделие и виноградерство Магарач. В этом здании это выходит, что при Надежде Александровне Борятинской в 1904-1906 году учился будущий поэт Самуил Якович Маршак. И это был мальчик из бедной семьи из Санкт-Петербурга, которого писатель Горький, он к этому времени уже был известен, на свои деньги, чтобы помочь ему излечиться от этой страшной болезни туберкулеза, привез его в Ялту. Маршак жил два года в семье Пешковых и пищал эту гимназию. В это же время, только в старших классах, там в этой гимназии учился Николай Харита, который написал замечательный роман свой, вы все знаете, отцвели уж давно хризантемы в саду. Он тоже родился в Ялте. В том саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в моей груди расцвело тогда чувство яркое, нежное. любви отцвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет. в моем сердце боленок. В 1918 году в размеренную жизнь владельцев крымских озабняков ворвались большевики. Надежды Борядинской тогда в Сельбиляре не было. В имении жила ее старшая дочь Анна с мужем князем Щербатовым и детьми. Тогда они сполна вкусили все прелести новой власти. Первый раз обыск был совершен в 1918 году. Даже не обыск, а имение было национализировано. В это время Надежды Александровны в имении не было. А хозяйственные книги и документы передала ЯА Понятовская. это дворецкое. Имение было национализировано, но ничего не изменилось. То есть изъяли только документы. Второй раз обыск произошел в 1919 году, когда здесь находился маленький князь Щербатов. И он запомнил о том, что его гувернантка Елена Гов, которая была англичанка, так вот эта Елена Гов, она повесила свой английский паспорт у себя на двери и сказала, что это территория английская. И вот те два представителя советской власти, которых Щербатов запомнил по фамилии, одного фамилия была Коньков, а другого Горбовский. Коньков очень сильно кашлял. И мама его, Анна Борятинская-Щербатова, она сказала, вам, молодой человек, нужно лечиться, у вас, наверное, туберкулез. И тот сказал, да, наверное, обреченно. Они почти ничего не взяли, взяли только какие-то мелочи в комнате его матери и все. А в 1920 году, как пишет все тот же Щербатов, здесь появился иной гость. Когда не было в имении Надежды Александровны, она в это время была на Мальте вместе с Марией Федоровной, здесь поселился Владимир Маяковский. И когда его попросили отсюда, он очень обиделся, это так пишет князь, он очень обиделся и сказал, ну я же просто охранял дом. В это время Надежда Александровна Борятинская была на Мальте вместе с обдовствующей императрицей. Перед захватом Крыма Красными Мария Федоровна настояла, чтобы княгиня вместе с беременной дочерью Ириной и ее мужем и детьми поднялась на английский крейсер Мальборо и покинула вместе с Романовыми Крым. Так они оказались на Мальте. Однако, несмотря на уговоры и предостережения, Надежда Борятинская вместе с родными решила вернуться в Россию. Фактически получается, что Надежда Александровна вернулась на собственную смерть. А зачем она вернулась? В Крыму в это время вступила армия Врангеля. Врангель возглавил армию и она надеялась, что все вернется на круги своя. Она не хотела покидать свою родину, Россию. Она выполняла свой долг. Она, может быть, как женщина, это единственное, что она могла сделать, остаться со своей Россией. Щербатову уговаривали Надежду Александровну и Ирину, ее супруга уехать с ними. Да, безусловно, уговаривали. Но княж Щербатов пишет о том, что это Ирина, как бы не пожелала уезжать, будучи беременной, она уговорила и своего мужа Сергея Ивановича Мальцева и отца, Ивана Сергеевича Мальцева, отца мужа. И Надежду Александровну, но ее уговорить-то было нетрудно, потому что у нее был инсульт, и она была парализована, частично парализована, как пишет князь Алексей, как раз, когда уезжали Щербатовы, а это был день его рождения, 14 ноября 1920 года, и мисс Гофф, Елена Гофф сказала, иди, Алешенька, попрощайся с бабушкой. И он пишет о том, что он вошел к бабушке на апартаменты, и она сидела, как всегда, величественная, в сером, жемчужном платье, похожее, похожее на капор платье, в смысле похожее. Вот. И она сказала, ну вот, дорогой, не Алешка, как-то она мило так к нему обратилась, вот тебе подарок на день рождения 500 рублей. И я, ему было 10 лет, пишет князь Борятинский, я подумала, как же бабушка отстала от жизни, поскольку я вчера был на набережной Ялты, и там бублик продавался за тысячу врангелевских рублей, значит, я могу купить на эти деньги полбублика. Через месяц после того, как Щербатовы покинули Россию, в имение Сельбеляр пришли вооруженные солдаты и арестовали Надежду Александровну и всех ее родных, пожелавших остаться в Крыму. Судя по документам, которые были открыты киевским юристом Леонидом Ивановичем Авраменко, он написал об этом книгу, фамилия Надежды Александровны Порятинской, Ирины Мальцевой, ее дочери, ее мужа Мальцева и отца мужа Мальцевых, они входили в расстрельные списки так называемых 204. Эти списки были составлены для того, чтобы этих людей уничтожить. 73-летняя парализованная княгиня Борятинская была арестована по доносу некого Александра Григорова. В доносе он пишет, зная, что эти люди цензовики собирались выехать за границу, но не успели. Являются, безусловно, контрреволюционерами и уверен, что имеют и иные связи и знают много другой себе подобной сволочи и уверен, что они могут кое-что дать. Княгиня Надежда Александровна Борятинская, добровольно отдавшая местной власти имение и коллекцию живописных полотен, была расстреляна вместе с беременной дочерью и ее мужем. И вот этот донос Григорова, он подписан 17 декабря 1920 года. А 20 декабря, как это происходило, неизвестно, но вот по тому пути, который вел в это страшное место, которое сейчас ялтинцы называют Багреевка, а это дача инженера Багреева-Фролова. И, конечно, первые, кого расстреляли, там был сам Багреев-Фролов. Вот эта скорбная дорога, она была усыпана крестиками, платочками, какими-то мелочами, так люди давали о себе знать, что они проходили по этой последней дороге, чтобы родственники догадались, узнали, чтобы какой-то последний привет дать. Из воспоминаний князя Щербатова он пишет так, что свидетели расстрела говорили о том, что пьяные большевики, напившись пива с кокаином, дословно, вот цитирую, они убивали Борятинский, они убивали вот в том числе и Борятинскую, и кричали «Ура!», мало, наверное, понимая, что они делают. Расстрельные списки были подписаны некоим удресом, но до Щербатова дошло, что это все было с легкой руки Троцкого. На самом же деле здесь, в Крыму, здесь, в Крыму разбойничали это венгерский революционер Белла Кунь и его сподвижница землячка или Розалия Самуиловна Залкинд. Чудом удалось спасти троих детей, расстрелянных Мальцевых, Мариечку, Колю и Надю. Их спрятала няня Марина Николаевна Шумская и потом переправила в Болгарию. Анна Щербатова, когда узнала о трагической кончине своей матери и сестры, ее первая постепенная задача стала выкупить детей сестры Ирины Мальцевой. И это было не просто так, а за каждую голову, за каждую душу тогда заплатили перевозчикам, а это были те же большевики, которые промышляли вот таким способом, было заплачено по пять тысяч долларов, по пять тысяч долларов. А Колем, Колем Мальцев, он приехал несколько позже, и тут уже цена у большевиков поднялась. Его привезла Фрейлина Сазонова в ту же Болгарию и заплачено уже было по десять тысяч долларов. То есть сразу в два раза цена? Да. Причем спас их, вот тут такая подробность интересная, спас их большевик по фамилии Котовский. Его на обратном пути, когда он возвращался опять в Крым, его расстреляли сами же большевики. Ну, наверное, что-то не поделили, может быть, деньги. И таким образом дети Мальцевой стали жить в семье Щербатовых. В 1996 году на месте массового расстрела в Багриевке был поставлен православный крест. На панихиду из Франции приехали правнучки, княгиню Борятинской. А в 2005 году в Багриевке была заложена часовня. Каждый год сюда приходят ялтинцы и потомки жертв Красного террора. И каждый раз они вспоминают княгиню Надежду Александровну Борятинскую, женщину, которая очень любила Ялту и очень многое для нее сделала. Редактор субтитров Корректор А. Продолжение следует...